Фрагменты из книги «Дорогой тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму». Издательство «Крым. Симферополь. 1966 год». Каффа Солдая Чимбало. Колония итальянских торговых городов в средневековом Крыму. На последнем этапе. Генуэзская республика, занятая другими делами, не могла оказать существенной помощи своим владениям на Черном море, и поэтому поспешила продать их банку Святого Георгия. Этот банк был одним из крупнейших финансовых учреждений Италии и главным кредитором Генуэзской республики. В 15 веке в руках банка Святого Георгия сосредоточился контроль над большей частью доходов Генуэзской республики. Естественно, банк был заинтересован в судьбе черноморских колоний. Для него сделка с правительством Генуэ была чрезвычайно выгодной. За сравнительно небольшую сумму хозяева банка приобрели право бессрочного, бесконтрольного распоряжения всеми генуэзскими колониями в бассейне Черного моря. Ко времени передачи колонии банку Святого Георгия там царило тревожное настроение. С одной на день можно было ожидать нападения турок. Даже нам самим неведомым писал Дож Генуэ в 1453 году, каким образом, не имея ни войска, ни денег, защитить от турецких войск города Кафу, Чимбало. Регулярная связь с Генуэ была прервана. Оборонительные сооружения Кафы и солдайи находились в явно неудовлетворительном состоянии. Гарнизоны крепостей были крайне незначительными. Оружия не хватало. Многие жители Кафы стали покидать город. В июле 1454 года у берегов Кафы появилась турецкая эскадра. Турки установили контакт с крымским ханом Хаджи-Гиреем и ограбили несколько пунктов на побережье Крыма и Кавказа. Перепуганные генуэзские власти согласились выплачивать султану ежегодную дань. Из сложившейся ситуации излег для себя пользу и другой хищник, крымский хан, который добился получения дополнительной ежегодной дани от генуэзцев. Протекторы Банка Святого Георгия вынуждены были предпринять кое-какие меры для упорядочения обороны и управления своими колониями. Они объявили широкую амнистию всем лицам, которые по тем или иным причинам были изгнаны из генуэзских колоний. Местным жителям было разрешено избрать из своей среды комитет четырех, который получил право контроля над деятельностью генуэзских чиновников. Были отпущены средства для крепления оборонительных сооружений, послан дополнительной партией солдат в генуэзские крепости. Но все меры, которые принимал Банк Святого Георгия на способности колоний, нельзя назвать иначе, как палеотивными. Поражает скупость протекторов Банка, которые, невзирая на грозную опасность, нависшую над колониями, отпускали мизерные суммы на содержание солдат, пытались экономить на запасах продовольствия даже оружие. Однако турки не торопились с расправой. После падения Константинополя они перенесли центр тяжести своей политики на Запад, сосредоточив усилия на войне с Албанией, Венгрией и Венецией. Генуэзцы, надеясь снискать расположение султана и отвезти от себя удар со стороны турок, всячески раболепствовали перед ним, снабжая турецкую армию оружием и другими товарами. Турецкий султан Мехмед II перестал чинить препятствия проходу генуэзских кораблей через проливы. Морские связи между Генуэзом и Крымом восстановились. Администрация колонии в своих донесениях к протекторам Банка Святого Георгия отмечала даже улучшение их экономического положения. Полученную передвижку генуэзцы пытались использовать для установления более техно-связей со своими соседями, крымским ханом и местным феодальным государством княжеством Феодором, с которым в 1471 году заключили союз. Генуэзцы ловко использовали и борьбу татарского хана Менгли-Гирея со своими братьями за ханский престол. Они захватили в плен братьев хана, получив таким образом очень важное средство постоянного давления на Менгли-Гирея. Одновременно с попытками сблизиться со своими соседями в Крыму генуэзцы искали союзников и за его пределами. В частности, в Польше и Молдавии. Но польский король Казимир IV, занятый в то время борьбой с Тевтонским орденом, а затем делами в Чехии и Венгрии, не имел ни сил, ни средств для оказания какой-либо помощи генуэзцам. Более плодотворными были переговоры с Молдавией, в результате которых был заключен союз. Однако вторжение турок в Молдавию сделал этот союз неэффективным для Генуи. Внутреннее положение генуэзских колоний в 50-60-х годах XV века характеризовалось крайним обострением классовых и национальных противоречий. С особой силой разгоралась борьба между эксплуататорами, эксплуатируемыми, имущими и неимущими слоями населения Кафы, Салдаи и других городов. Резко обострились противоречия между генуэзскими гражданами и местными жителями. В последние годы существования генуэзских колоний неимоверно увеличились злоупотребления и насилие со стороны генуэзских чиновников. Доносами друг на друга, взаимными обвинениями во взяточстве и насилии заполнены письма должностных лиц Кафы к протекторам Банка Святого Георгия. В 70-х годах с новой силой вспыхнула борьба между генуэзцами и татарами. Влиятельная часть татарской феодальной знати подняла мятеж против хана Менгли-Гирея, находившегося в дружеских отношениях с генуэзцами. Хан вынужден был искать убежище в Кафе. Мятежные татарские феодалы обратились за помощью к турецкому султану. В апреле 1475 года турки заключили перемирие с Венецией. Это дало им возможность высвободить значительные силы для нанесения решающего удара по генуэзским колониям в Черном море. 31 мая 1475 года недалеко от Кафы высадился крупный турецкий десант. Турок поддержали татары. 1 июня началась осада Кафы. А 6 июня генуэзцы капитулировали, понадеявшись на обещание турок сохранить жизнь и имущество всем жителям Кафы. Однако турки своего обещания не выполнили. 7 июня они обезоружили все население. В течение 8-9 июня были схвачены и ограблены иностранцы. Часть их убили. Пострадали и русские купцы. Того же лета 6983 года, то есть 1475 года, говорится в русской летописи, туркови взявши Кафу. Гостей московских много побиша, а иных поймаша, а иных пограбив науку бдаваша. 9 июня была проведена перепись населения Кафы и взята на учет все имущество. 12 июня турки отняли у жителей значительное число детей в возрасте от 7 лет и старше. 17 июня всем итальянцам было приказано передать турецким властям половину своего имущества. А еще и некоторое время турки погрузили генуэзских граждан на корабли и отправили их в рабство в Константинополь. Вслед за Кафой пали Салдаи, Чамбала и другие крепости генуэзцев в Крыму. В результате турецкой агрессии произошло значительное перемещение торговых путей, связывавших страны Востока с Западной Европой. К концу 15 века основной поток восточных товаров в Европу, европейских в Азию, пошел через Египет. Черное море надолго потеряло свое прежнее значение важного района международной торговли. Переходя к общей оценке роли генуэзских колоний в Крыму, необходимо отметить, что это сложный и еще недостаточно изученный вопрос. Бесспорно, Генуэ в 13-15 веках стояла на сравнительно высокой ступени социально-экономического и культурного развития. Не надо забывать, что в 14-15 веках Италия переживала большой подъем духовной культуры. Несомненно также, что генуэзцы создавали торговые центры на берегах Черного моря, способствовали развитию торговли между странами Востока и Запада. Но тем не менее, генуэзская колонизация Крыма носила хищнический характер. 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 Крыма носила хищнический характер.